Что внутри? Презерватив, выпытаешься его там надеть Мы ждем ребенка, все такие смотрят на экран Это какашки Все, мы сделали операцию К нему нельзя заходить лишний раз Сердце кровью обливается Перелом ребра, тут перелом ребра Ужас, то есть придется удалять его, да? Развитие ему опухоли молочной железы Короче, ребята, сейчас будет такое Такое сейчас будет Вообще, вы такого, я думаю, никогда не видели Впрочем, как и я Привет, я Энни Мэджик Прямо сейчас я с одной из своих собак Софи, нахожусь около ветеринарной Клиники Спутник И сегодня нам выдалась Просто супер уникальная Возможность попасть в те помещения В которые обычный человек не попадет А еще и снять их И показать вам Я лично очень хочу увидеть, как выглядит Операционная Кстати, надо заодно Софише сделать обследование здоровья Потому что я тут вспомнила Что 6 ноября Софишей Исполнится 7 лет А по человеческому возрасту Это около 50 лет А 50-летней женщине уже нужно следить за своим здоровьем А вы пока что подписывайтесь на канал Чтобы никогда не пропускать Самые новые и очень интересные ролики О моей жизни с питомцами Первым делом человек со своим питомцем Попадает в приемную Понятное дело Она, кстати, здесь такая просторненькая Очень светлая И, конечно же, нужно там зарегистрироваться И потом уже сидеть, ждать здесь со своим животным Когда наступит ваша очередь И все, что большая часть людей видит Это приемная и приемные кабинеты Где вашего питомца с вами принимает врач Это, в принципе, все Я вас заметила тут, когда мы пришли Стенд Та-дам! Это корм, который мы едим А я хотела показать вот что Здесь оказалась одна из уникальных патчек корма На которой есть наша наклейка с моим автографом Люблю тебя, ням-ням! А вы обязательно пишите свои комментарии Рассказывайте свои истории Потому что первый час я на них отвечаю И ставлю вам сердечки, лайки Я даже немножко нервничаю Здесь, кстати, весы есть Мы с Афишу попозже взвесим Вот он, наш ветеринар Илья Владимирович, его зовут Здравствуйте Есть такой стереотип у людей Даже Илья Владимирович рассказывал Что люди приходят вот туда, где мы с вами были в приемной И спрашивают, а вы здесь будете все делать с собачкой и с кошечкой, да? Да, операцию прямо на этом столе будете делать Или где-то еще Мы вам сейчас покажем, где это делается Поехали! Это что у нас за помещение? Это помещение называется стационар У нас два стационара Один для собак, другой для кошек Те, кто идет на операцию, попадают в стационар И после операции обратно возвращаются сюда Здесь мы берем анализы Если нужно, проводим какие-то дополнительные обследования Смотрите, я вижу, у вас тут есть собачки уже какие-то, да? Они ждут Ее зовут Ума, написано Вчера мы сделали операцию Для того, чтобы она не хромала Смотрите, тут грелки какие лежат Всякие инструменты А что это за стол вообще? Это каталка Их прям кладут сюда и Катя, да? Совершенно верно Либо в рентген, либо в УЗИ, либо уже в операционную То есть она такой вес большой выдержит Вот, вот он контент Я катаюсь по ветеринарной клинике на каталке Ставьте лайк, ребята, если вам нравится рубрика Как все устроено И вы хотите еще таких выпусков Что внутри? А что вот это вот за дверь такая с космическим окном? Это как раз вход в операционную Туда, кроме сотрудников, никто никогда обычно не попадает Но мы сегодня туда попадем Для вас мы сделаем исключение Это у нас стационар для кошек Здесь у нас сегодня нет никаких пациентов Вот такие индивидуальные квартиры их ждут Мне кажется, что сам факт того, что нам разрешили посмотреть все изнутри Говорит о том, что ребятам бояться нечего Не входить написано Да, это такая дверь, устроенная по типу бункера На самом деле она нужна для того, чтобы не пропускать рентгеновское излучение А, излучение, это рентген, да? Совершенно верно, она открывается Ух ты Таким образом А правда, что вы делали экскурсии для детей И дети могли сделать снимок любой из своей вещи там, да? Абсолютно, правда Мы делали снимки калькуляторов Мы делали снимки мадагаскарских тараканов Мы делали снимки еще каких-то интересных вещей Вообще, доктор, который фиксирует пациента во время снимки Он обязательно надевает лошилку Такую штуку, да Он защищает Для того, чтобы защитить руки от рассеивающего излучения Вот такие вот перчатки О, прикольно Чтобы ни в коем случае в этот светящийся прямоугольник не попадали руки Даже когда рука находится здесь Все равно какая-то часть излучения попадает И для того, чтобы защититься, мы используем перчатки Видите вот эти штучки? Мы когда-то один раз с Афишей сделали рентген И я видела, что их кладут И вот теперь Илья Владимирович объяснил Что это? Это нужно для того, чтобы понять, где право, где лево на снимке Если вы подумали, что здесь все делает Илья Владимирович То это не так Вот, например, слава богу, да Здесь вот сейчас сидит с нами И показывает нам снимки, которые делали детки Рентгенолог и... Визуальный диагност Визуальный диагност, Клавдия Я занимаюсь УЗИ и рентгендиагностикой Вот, поняли? Какой-то котик наелся непонятно чего И чтобы понять, что у него в желудке или где на рентгене Пришлось сделать снимок перчатки, да? Пришлось сделать снимок сначала кота А потом кусочка того инородного предмета Который мы искали, чтобы понять, контрастный он Будет ли он виден на рентгене или нет Короче, вы сфотографировали перчатку, чтобы... Ой, сделали рентген перчатки Чтобы понять, как выглядит инородный предмет в желудке кота Вот так вот все сложно Пойдемте в кабинет УЗИ Здесь нас встречает перемещающаяся сквозь стены Клавдия Видите, что значит? Кто может быть рентгенологом? Тот-то умеет сам перемещаться сквозь стены Волшебник Че это такое? Это специальный стол для проведения ультразвуковых исследований Он тоже волшебный, как и все, с чем я работаю Он умеет подниматься, опускаться Как лифт? Как лифт, точно Чтобы не тягать крупных животных И они не сильно боялись А есть какие-нибудь истории, связанные с УЗИ смешные? Смешные? Ну, неловкие какие-нибудь Неловкие каждый раз возникают постоянно Потому что для того, чтобы защитить датчик от волосиков на собаке Остатки шерсти от спирта Которым мы заливаем шерсть, чтобы воздух удалить Нам приходится надевать специальные презервативы на датчик Это именно специальные презервативы для датчика? Да, ничего такого И каждый раз, когда при владельцах ты распечатываешь презерватив И пытаешься его надеть на датчик Возьму поменьше, чтобы так страшно не казалось Каждый раз вот эта вот процедура Вызывает у людей смущение Потому что, ну, большинство может сказать Например, вы что? У нас же мальчик! Да-да-да Доктор ИЗ Но, на самом деле, это действительно нужно только для того, чтобы защитить вот эту нежную резинку Резинку, именно для защиты самого предмета аппарата А оно безопасно, если мы сейчас, Софи, сделаем мысль? Абсолютно безопасно Давайте сделаем У меня ощущение, что мы, как в фильме В каком-то фильме, знаете, где показывают Там, мы ждем ребенка Все такие смотрят на экран Мочевой пузырь черненький Он заполнен абсолютно прозрачной УЗИ прозрачной мочой Ну, а вот это то, что дает сильную акустическую тень Ниже ничего нельзя посмотреть Это какашки Вот это вот какашки Вот это вот в толстом отделе кишечников Все какашки Вообще, Софи, идеальный пациент Мне кажется, для доктора Вот все вот так лежали, а Просто образцово-показательная собака Какашки сняли? Это самое главное Как доктор, вы сейчас видите, у Софи все нормально там? Да, все отлично Многие владельцы переживают по поводу геля Потому что до конца его совсем стереть невозможно Все равно будет влажная шерсть Вот гель, на самом деле, состоит из воды и обычного крахмала То есть, по сути, это кисель Да, который не вредит собаке Я готов показать вам святая святых Мы идем в операционную Залог успеха в работе ветеринарной клиники, я имею в виду операционной, это стерильность Поэтому, прежде чем туда зайти, мы с вами несколько совершим... Преобразимся Преобразимся немного Оставляю Софи на время нахождения себя в операционной Ответственному человеку, который будет за Софишей следить Я думаю, что она думает, что мы приехали что-то сделать с ней Вот как говорят доктора Не в этот раз Вот так они говорят Все, мы отправляемся в операционную Туда, куда никому невозможно попасть Святая святых, как мы назвали Прежде чем мы попадем в операционную Мы окажемся в предоперационную А, то есть мы не сразу в операционную идем Это такой тампул своего рода Здесь мы готовимся То есть, вот здесь у нас есть раковина специальная для мытья рук Это мыло И как прям в фильмах, да, мы моем руки Ага До локтей Потом их вытираем насухо И уже с помощью этих дозаторов Вот таким образом наносим раствор, который является антисептиком Антисептиком Вот здесь происходит подготовка инструментов То есть здесь мы их моем, сушим Потом запаковываем вот в такие вот Видели когда-нибудь, как выглядят настоящие хирургические инструменты? Я нет Я даже не поняла сначала вот это вот, что это за пакетики Да, пойдем в лодочек, запаковываем в пакет И вот этот пакет уже идет в автоклав Помещается туда Потом проходит цикл стерилизации Мы его достаем Внутри все стерильно И для того, чтобы использовать этот инструмент Этот пакет осторожно открывается И не касаясь содержимого внутреннего Это выкладывается на стол А вот тут бахилы, вы в них ходите на операцию, да? Да, это сменные тапки То есть прежде чем войти в операционную Как-то сотрудник обязан оставить свои тапки здесь Надеть чистые И когда доктор уже помыл руки, он заходит в операционную, ничего не трогая Поэтому у нас такие двери Вот для чего такие двери нужны То есть человек должен вот так зайти в итальянский А вот сейчас мы увидели то, что я видела лично только в кино Реально, ребят И более того, мне кажется, далеко не в каждой клинике ветеринарной есть такое Что у нас здесь? Вот здесь проходит операция, правильно? Здесь все начинается с анестезией Вот этот аппарат, это наркозный аппарат, вот сюда заливается газ, которым пациент дышит через шланг. То есть правильно я понимаю, что вот эта вот большая машина, это аппарат искусственного дыхания? Да, это наркозный аппарат и в том числе аппарат искусственного дыхания. Анестезиолог, который здесь сидит и смотрит только за пациентом, только на монитор. Только на экран, получается. И только контролирует вот это действие этой машины, отдельный человек, это очень важно. Всегда поле аттракционной полностью накрывается, да, специальной большой простыней, чтобы не было никаких контактов у хирурга с окружающими предметами. Мне так нравятся вот эти вот лампы большие, каждый о своем, я просто на них смотрю, они реально похожи на такое, на что-то какое космическое, как в фильмах реально. У них можно менять интенсивность, можно фокус менять. А, они еще там крутятся, да? Да, и по-всякому крутятся. И этот стол тоже, он ездит, поднимается, опускается. Да, 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 вверх-вниз, все работает. Ну, мне вообще кажется, что я сейчас нахожусь не в ветеринарной клинике, а вот реально в такой вот больнице, в такой профессиональной, где людей лечит. Мне очень приятно слышать, мы к этому стремились, да. Он тоже накрывается стерильной большой простынью, сюда выкладываются инструменты. И когда у нас все готово, он так вот подъезжает. Ну, еще мы во время операции любим слушать музыку. Музыку? Серьезно? Во время операции? А это не мешает вам? Ну, мы громко ее не слушаем. Вот такую музыку вы слушаете, да? Обожаю такую. Детские песни мои любимые. Скажите, а сколько человек в операционной находится обычно? Обязательно есть анестезиолог, обязательно хирург и обязательно помощник хирурга. Иногда мы еще берем так называемого анестезиста, который помогает анестезиологу и помогает нам. Вот в американских только фильмах видела, в жизни не видела, окно. Вот это вот окно в операционную, оно зачем? Окно нужно нам для того, чтобы, во-первых, общаться с коллегами, да. У нас достаточно много стажеров, которые приходят и их интересуют, что происходит в операционной. А может посмотреть через окно человек, чью животное оперирует? Нет, это опасное мероприятие. Потому что может просто стать человеку плохо. Совершенно верно. Иногда даже, когда мы кровь берем на приеме, некоторые люди в уморок от этого падают. Я бы тоже в уморок упала, если бы это видела. А, вот для чего. Тут такие шарики, получается, как бы света, да? Короче, мы тут балуемся в операционной. Балуемся, светомузыку, устраиваем музыку, включаем, жалюзи крутим. Вот вы так смотрите на этого человека и думаете, да, ну, ветеринарный врач, какой-то ветеринар там, да. А представьте только на секундочку, что это человек, который спасает жизни ваших питомцев, животных. Каждый день вот эти операции, это все, это психологически тяжело? Поначалу очень. Ко всему привыкаешь, но сегодня, например, ночевал здесь. Серьезно? Да, я не уходил домой. Ну, то есть я ушел утром, отвел ребенка в школу и вернулся сюда. То есть у вас настолько долго все это может затянуться, да? Тяжелый был пациент, я оставался с ним на ночь. Мы с моим коллегой здесь дежурили по очереди. Сейчас мы побывали в самом тайном, я думаю, месте ветеринарной клиники, потому что именно это место не видит никто. У нас даже человек, который на регистратуре работает, не имеет права сюда входить. А как если вы заходите вот так, как вы выходите? Выходим, можно ногой открывать. Когда закончили дело, уже можно ногой, да? Фу! Все, мы сделали операцию, провели. Еще у нас есть отдельный кабинет, в котором за закрытыми дверьми живет Ко-Тбоюн. С очень сложной, тяжелой судьбой и историей. Он такой красивый. Очень-очень ласковый, добрый. Он находится на карантине, и к нему нельзя заходить лишний раз в персонал. Потому что только на выполнение манипуляций можно И он очень скучает, грустит и периодически мурлычет Он очень хороший, сердце кровью обливается И он очень такой прям милый, милый, милый И добродушный прям по нему видно, он скучает Короче, ребят, если вы хотите видео про Баюна, его историю Как он здесь оказался, почему он здесь И чего в итоге мы хотим Ставьте лайк или пишите в комментариях Или голосуйте в вопросе, в общем, какую-то активность проявляйте Забирай свою собаку Да, моя щепка Софиша уже испугалась, наверное, думала, что меня увели на операцию Или что ее будут оперировать Ну ничего, я поехала в комнату отдыха Да, предлагаю кофе попить Давайте Здесь, я так понимаю, отдыхают врачи После операции, до операции, в принципе И перерывок между интенсивной работой Все Так что мы немножко отдохнем, потом он кое-что еще покажет Софиш, давай Вот молодец Мы еще тебя сегодня обследуем Глядишь, нам Илья Владимирович скажет, что делать Найдет У тебя Она сейчас лизнула, микрофон там будет такой вкус Софиш, иди сюда Еще пар И я тут заметила какую-то маленькую дверку с красными ключиками Это наша лаборатория Которую погрызли семь собак Ужас Торжественное взвешивание Гораздо броще, чем нам работает Осмотр мы всегда начинаем с головы Осматриваем глаза и слизистый цвет слизистых глаз И сразу же смотрим, что во рту происходит Камень есть, но пока с деснами все хорошо А вот здесь вот, мне кажется, спереди у нее вот нижний зуб Вот один зуб уже точно под удаление Вот этот вот То есть придется удалять его, да? Он очень сильно шатается, да И он уже, к сожалению, никак не закрепится сам На этих зубах у нее не было камня никогда И я их, в принципе, тщательно всегда чищу Почему вдруг зуб вот этот начал шататься нижний? Это так же, как и у людей Вот с возрастом начинаются проблемы с зубами Видели когда-нибудь без зубов старичков? Ну да У мелких пород собак, например, у йоркширских терьеров Вот если к нам поступает пациент, которому, например, 8-10 лет У него осталось во рту хотя бы 10 зубов Это уже успех Это уже успех, серьезно То есть это именно у маленьких собак, да? Проблемы с зубами Ну то есть у нас для 7 лет это хороший результат? Очень Все, слава богу А вот влияет как-то питание? Мы вот кушаем корм платином Я там видела, у вас стендик стоит Да, совершенно верно, есть Влияет питание на зубы, на здоровье вообще животных? Обязательно влияет, потому что камень И, ну, изначально налет образуется на зубах Он постепенно превращается в камень Есть корма, которые предрасполагают к развитию большого количества налета Подчелюстные лимфатические узлы Они у него не увеличены Уши чистые, розовые Мы никогда уши не чистили специально, целенаправленно То есть очень многие, я знаю, говорят, в статьях везде написано Очень многие ветеринары говорят, заводчики Что типа нужно постоянно чистить уши собаки Лазить туда этими палками, ватками и так далее Да, прекрасный пример Уши у собаки нужно чистить только тогда, когда в них скапливается большое количество ушных отложений И то это только снаружи Палкой лезть в ухо собаке ни в коем случае не надо А также и для человека опасно У нее суставы в хорошем состоянии Подвижности хорошие Признаков воспаления, болезненности нет Подмышки и молочные железы Это очень важно, у собак бывают проблемы, связанные с развитием опухоли молочной железы Живот мягкий, безболезненный Маленьких пород очень распространенной проблемой является выбих коленной чашки Слава богу, София избежала этой проблемы У нее чашка стоит на месте, она стабильная Подколенные линфоузлы и другие суставы София сейчас выглядит, как будто на массаж пришла на самом деле Она с таким лицом стоит Забедренный, отлично Правый Замечательно Ой, она так ножку так и тянули Паранальные железы, которые иногда надо чистить И здесь они умеренно наполнены Чистить их в этом случае не надо Все, осмотр закончен, я пошел мыть руки Это не страшная процедура абсолютно Ну скажи, все равно мне не очень нравятся все эти истории Так, ты другой стороны Кстати, такая забавная выворачивается Ну, замечательно Все хорошо? Все хорошо Нам пора прощаться Спасибо большое вам за эту крутую экскурсию Реально, я думаю, ребятам было очень интересно Алье Владимирович, пора спасать жизни наших животных Спасибо вам Мне было очень приятно вам все показать Все? Софи не болей Ну все, что-то здесь не то Если вам понравится такая рубрика Что внутри, как все устроено То мы будем придумывать вместе с вами Куда нам в следующий раз отправиться и снимать А клиника Спутник прошла нашу мэджик-ревизию А теперь мы поехали Переходить по ссылкам на новые видео на других каналах И увидимся скоро в новых роликах Пока!